Всем привет! В прошлой серии мы построили так называемую тушку нашей простой модели для новичков под названием Bloody Wonder. В этой же серии мы для неё подберём электронику. Ну и эта самая электроника сейчас находится на столе. Чтобы вам было её легче найти, на экране будут появляться надписи, которые нужно вбивать в поиск. Также всё будет продублировано в описании с ссылками. Для покупки буду проводить три интернет-магазина. Это Хобби Кинг, Бангут и Алиэкспресс. В них можно закупиться максимально дёшево, не исключая тот факт, что в других каких-то магазинах можно найти дешевле. Итак, начнём с основной электроники, которая будет стоять на самой модели. Итак, двигатель нам нужен весом у 20 до 30 грамм. С количеством оборотов на вольт примерно 1400 киви и тяга примерно 400 грамм. Идеальным вариантом является вот этот движок под названием 2205C 1400 киви. Хороший движок идеально подходит ко многим моделям, и наша модель не исключение. Пробовал на модели Блодиванды и более мощные двигатели весом около 50 грамм, но они и тяжеловатые, и слишком мощные. Двигатель 2205C подойдёт идеально. Купить его можно на Хобби Кинге за 10 баксов. К сожалению, подобных движков в других интернет-магазинах нет. Но если что-то появится, то я добавлю в описание. Регуляторы берём абсолютно любые на 20-30 ампер. Лично я беру самые дешёвые на Алиэкспрессе, стоимостью от 4 до 6 баксов. За эту цену, если сгорит, то не жалко. В основном эти регуляторы либо в жёлтой, либо в красной термоусадке. Серовые машинки берём абсолютно любые на 9 грамм. Самые дешёвые можно найти на всё том же Алиэкспрессе, я находил за 1,5 бакса. Что очень дёшево, но и они вполне себе хорошо отрабатывают. Если у вас нет доверия к таким дешёвым серомашинкам, то лучше переплатить всего 1 бакс и взять брендовые сервы на Banggood или на Хобби Кинге. Для модели Блодиванды понадобится всего 2 сервы, но я порекомендую взять как минимум пяток. Аккумулятор нужен в трёхбаночной, ёмкостью 1000 мАч и токодачей на 20-30С. Советую закупаться аккумуляторами на Хобби Кинге, там и цены очень привлекательные, и качество отличное. Даже приведу пример. Вот аккумуляторы оттуда, им по 3-4 года, а вот аккумуляторы с Алиэкспресса, им 1 год. Разница просто налицо. Смотрите, какие вздутые аккумуляторы с Алиэкспресса. Аккумуляторы с Хобби Кинга, им уже по 3-4 года, и они ни щуточки не вздулись, имеют такую же форму, какая была изначально. То есть вот эти вот аккумуляторы с Алиэкспресса вздулись и начали просаживаться всего после года использования. Аккумуляторы с Хобби Кинга же начали только просаживаться спустя 3 года использования. В общем, такой вот яркий пример. В других интернет-магазинах, таких как Banggood, выбор не столь велик, да и цены не радуют, и качество под вопросом. А на Хобби Кинге же можно выбрать на любой вкус, цвет, размер и кошелёк, а за качество можно не беспокоиться. Заказывать нужно с европейского склада, к сожалению, русский склад недавно закрыли. И брать нужно как минимум 2-3 штуки. Ну, к примеру, вот, я пару месяцев назад заказал всё-таки вот такие вот аккумуляторы. Как раз подход к этой модельке. Пока что работают идеально, никаких претензий нет. Винты советую брать разного диаметра. Лучше всего будет 7х6, 9х4,7 и 8х6. Брать нужно упаковками, в которых обычно 5 штук. Откуда брать значение не имеет. Можно хоть с Хобби Кинга, можно с Banggood, можно с Алиэкспресса. Смотрите, где дешевле. Ну и из основной такой электроники, которая будет стоять на самой модели, это всё теперь к мелочёвке. И для того, чтобы всю эту электронику соединить, понадобятся разъёмы. Для соединения регулятора и двигателя нужны такие вот бананы 3,5 мм. Для соединения регулятора и аккумулятора понадобятся разъёмы GST или XT60. Лично я на таких небольших модельках, как Блодионды, предпочитаю использовать разъёмы GST. На более крупных использую разъёмы XT60. Дешевле всего эти разъёмы можно найти на Алиэкспрессе, забив в поиск названия. Для крепления винта к двигателю понадобится вот такая вот резиночка. Я их уберу с Banggood, ссылка будет в описании. Для управления рулевыми плоскостями понадобятся кабанчики. В принципе, их можно без проблем сделать самим. Лично я использую и те, и те, и самодельные покупные в зависимости от обстоятельств. Ссылка на те, которые я использую, будет в описании. Про самодельные расскажу чуть попозже. Для крепежа электроники понадобится липучка. В продаже есть с липкой основой, что очень удобно. Например, как вот эта вот. Ссылка будет в описании. Ну и можно использовать какую-нибудь одежду, липучку. Как, например, вот эта вот. Её я вырезал из какой-то старой одежды. Ещё для управления рулевыми плоскостями неплохо иметь зажимы. Я использую такие вот электротехнические зажимы, распиленные пополам. Где их купить, честно, не знаю. Я их нашёл в барахле. Но зато в продаже есть другие зажимы. Как мне кажется, более удобные. Вот они. То есть, вот в эту дырочку вставляется тяга. И болтиком она зажимается. В общем, такие вот зажимы, как мне кажется, более удобные. Ссылка на такие будет в описании. Неплохо бы иметь в запасе сероудлинители. Для этой модели они не нужны. Но для большинства моделей сероудлинители необходимая вещь. Продаются они разной длины. От 10 до 50 сантиметров. Я беру только на 30 и на 40 сантиметров. Ещё неплохо иметь в запасе вот такие вот саморезики. Это, насколько я помню, M2 длиной 1 сантиметр. Они нужны для крепления двигателя к моторам и модели. Если у вас таких нет, то можно, в принципе, использовать саморезики, которые идут в комплекте с серо-машинками. В принципе, без разницы, использовать эти или те, которые идут с серыми. Ссылка тоже будет в описании. Ещё неплохо иметь вот такую вот штучку. Это для балансировки винтов для двигателя. То есть, откручиваем, вставляем сюда винт. Потом закручиваем, закрепляем его. И балансируем, к примеру, на каких-нибудь стаканах. То есть, та лопасть, которая легче, на неё наклеим кусочки скотча. Тем самым, винт у нас должен находиться в равновесии. Ссылка тоже будет в описании. Для того, чтобы в полёте понять, что наш аккумулятор разрядился, неплохо иметь вот такие вот пищалочки. То есть, эти пищалочки начинают пищать после того, как хотя бы одна банка дошла до порога разряда. Дешевле всего эти пищалочки можно найти на Алиэкспрессе. Также неплохо иметь поисковую пищалку. Есть два вида. Одна включается с тумблера, а вторая вставляется в разрыв какого-то канала. И после минуты бездействия на этом канале пищалка начинает пищать. Ссылка на все эти пищалки будет в описании. С мелочевкой всё, теперь остаётся самое трудное, это выбрать аппаратуру и зарядку. На сегодняшний день, по моему мнению, лучшие аппаратуры по цене-качеству это Radio Link AT9 и Flysky i6. Какую именно брать, решайте сами, смотрите обзоры и мнения. Также поглядывайте в сторону других аппаратур, возможно прогоняться что-нибудь другое. Лично я использую Tringu 9X, но это уже довольно-таки старая аппаратура и рассматривать её уже не стоит. И кстати, не забудьте обратить внимание, чтобы к вашей аппаратуре шёл ещё и приёмничек, который будет стоять на самолёте. Теперь остаётся выбрать зарядку. Лично я их делю на два вида, это умные и тупые. В тупую зарядку просто втыкаешь аккумулятор и она заряжает. Стоит они в среднем 10 баксов. В умных же зарядках можно задавать различные параметры. Плюс, помимо липоаккумуляторов, можно заряжать и другие виды аккумуляторов. Самыми распространёнными зарядками являются iMax и B6. Стоят они в районе 30 баксов. Какую именно выбирайте сами, лучше всего взять сразу умную. В принципе, это всё из электроники. Так, нам понадобится двигатель, регулятор, аккумулятор, две сёромашинки, разъёмы для соединения регулятора с батареей и регулятора с двигателем. Понадобятся зажимы для тяг, кабанчики, балансир для винтов, резиночка, которая будет крепить винты к двигателю, сами винты. И аппаратура с приёмником и какая-нибудь зарядка, умная или тупая. Ну и ещё неплохо иметь вот такие вот саморезики маленькие и сероудлинители. Всё это обойдётся в районе 120-150 баксов. Но основная часть этой суммы это стоимость аппаратуры и зарядки. Вполне себе небольшая сумма за вход в новое хобби. В общем-то, с подбором электроники всё. Напомню, что всё продублировано в описании с ссылками. В следующей серии мы займёмся монтажом этой всей электроники на нашу модель под названием Bloody Wonder. Если есть какие-либо вопросы, то задавайте их в комментарии. Всем спасибо за внимание, удачных вам полётов, всем пока.